Всем привет! Сегодняшний ролик будет снова посвящен хоризонтеме мультифлора, точнее срокам цветения хоризонтемы. Хотелось бы более подробно поговорить о том, какие сорта по срокам цветения более предпочтительны для выращивания в нашем климате, в климате за Урале, а какие сорта по срокам цветения менее предпочтительны или нежелательны для нас. И хотелось бы еще затронуть вопрос продавцов. О чем не говорят продавцы? О чем они умалчивают и почему они это делают? Видео больше посвящено, конечно, новичкам, кто ни разу еще не выращивал хоризонтемы мультифлора, кто только-только начал с ней знакомство, Кто не знает с чего начать, как купить посадочный материал, черенки или маточные кусты. Сейчас осенью уже начали продавать черенки и пошла массовая продажа маточников хоризонтемы мультифлора. Вот эти два вопроса я хочу осветить. Хоризонтемы мультифлора можно поделить условно на три вида по срокам цветения. Это ранние сорта, средние сорта и поздние сорта. Ранние сорта начинают свое цветение в августе, средние сорта в сентябре, А поздние сорта начинают свое цветение в октябре месяце. Почему мы делим условно? Потому что конкретных сроков цветения, например, если мы берем ранний сорт хоризонтем, мы не можем сказать, что у него цветение в августе, и мы не можем сказать, что она зацветет ровно 10 августа. Нет, она может зацвести в середине августа, может в начале, а может ближе к концу августа. И также еще это зависит все от погодных условий, от вашего ухода за хоризонтемой, от того, на каком месте она растет, какая погода была в течение всего лета. Поэтому по срокам цветения мы можем разделить только условно. Вот, например, вот эта хоризонтема, она всегда начинает цвести в августе. Но первые цветки могут раскрываться как в 10-х числах августа, так же и в 20-х числах августа. В этом году она у меня начала распускаться, первые цветочки у нее появились, числа где-то примерно 15-го августа. И также и другие сорта. Они все ведут себя по-разному. И у меня в основном они все считаются ранними сортами. Ну вот, например, вот этот сорт, вот видите, обычно он в сентябре, у меня уже вот в эти числа сентября уже очень много на нем было цветов. И куст стоял весь в бутонах, было много цветков, но в этом году ни одного цветка еще нет, нет даже бутонов. Хотя этот сорт, Бран Бич Крем, он считается ранним сортом. Например, вот этот сорт, Снежная Королева, в прошлые года она уже была у меня вся в цветов. В этом году она только-только начинает распускаться. То есть все зависит от вашего ухода, от погодных условий и места расположения, произрастания вашей хоризонтемы. Ну, конечно же, приблизительные сроки у нас есть. Если вот эта вот хоризонтема ранняя, она зацветает, должна зацветить в августе, в ноябре она, конечно же, не зацветет. Она зацветет гораздо раньше. Если у нас по срокам хоризонтема поздняя, и она зацветает в октябре, в июле месяце, в августе она у вас не зацветет. Есть продавцы, которые умалчивают информацию об этой хоризонтеме, точнее о сорте хоризонтемы. Почему они это делают? Например, вот у нас за Уралье предпочтительно, конечно, выращивать ранние и средние сорта хоризонтемы. Но есть продавцы, которые выращивают и поздние сорта. И, конечно же, им хочется их продать. Они хотят заработать на этой хоризонтеме. Вот если человек уже не один год занимается хоризонтемой, он уже знает все нюансы этого. А когда человек, новичок, он только вот захотел, вот он увидел, ой, какие красивые, обалденные кусты, я хочу такой сорт, все. Он еще даже может не знать о том, что вот эти сроки цветения хоризонтемы разные. Он может просто его купить, не думая о том, когда зацветет эта хоризонтема. И продавец, недобросовестный продавец, он никогда не будет предупреждать, что вот у вас, допустим, в вашем климате этот сорт зацвести не успеет. Вам нет смысла его выращивать, соответственно, тратить на него деньги, силы, время для того, чтобы его просто зеленым выкопать и убрать на землю. Я не хочу обидеть всех продавцов. В основном это добросовестные люди, которые подробно все объясняют об уходе, вообще рассказывают, что это такое. Но есть такие продавцы, которые просто продают, им просто важно продать и получить деньги, и все. Они не рассказывают буквально ничего. У меня есть такие покупатели, которые вроде как кажутся, ну, хоризонтема, мультифлора, что они еще рассказывают, уже всем все известно. Но, оказывается, не всем известно. У меня есть покупатели, которые спрашивают, а что это за хоризонтема, а как она зимует там, она зимует, не зимует вообще, в принципе. я рассказываю людям это эту информацию что это хризантема она не зимует в наших условиях но есть такие продавцы которые об этом не говорят если вы хотите вот вы увидели вот эту хризантему на картинке да узнали ее название хризантема мультифлора сейчас очень много информации в интернете зайдите почитайте изучите внимательно всю информацию надо ли вам это потому что некоторые вот покупатели когда спрашивают а это хризантема зимует я говорю нет она не зимует в наших условиях она здесь не зимует ой нам тогда ее не надо что ее надо выкапывать ее надо где-то хранить у некоторых просто не позволяют условия нет условий для хранения они допустим живут в квартире там действительно их но очень сложно сохранить сложно но можно об этом у меня будет отдельный ролик как сохранить хризантема мультифлору зимой способы сохранения я расскажу попозже когда ее буду готовить уже все к зимовке в общем узнавайте всю информацию спрашивайте у продавца сроках цветения хризантемы потому что вот пишут некоторые ранний сорт что значит ранее утра не это когда ранее или пишут цветение в августе а когда в августе и но и даже вот при этом условии точную гарантию что вот она зацветет в августе а когда в августе в начале она ни один продавец вам не даст почему потому что я уже сказала что это зависит все от условий ваших условий выращивания где они у вас выращиваются от погодных условий и от качества черенка кстати тоже тоже вот такой совет если продается начинает просто хамить и грубить на ваши вопросы не связывайтесь с таким продавцом потому что человек который хочет продать свою рассаду свою выращенную рассаду своими руками он заинтересован в этом он всегда будет общаться с покупателем если человек потому что на рынках стоит очень много перекупщиков они покупают рассаду подешев по дешевке и продают ее уже по своей цене бывает даже два раза дороже чем они и купили и они просто не знают этой информации они начинают грубить они начинают хамить в ответ когда у них начинаешь спрашивать какие-то вопросы задавать потому что они просто элементарно ничего не знают о растений которые продают они не знают где они выращивались эти черенки какой это сорт как он называется и в общем они не могут дать вам информации не стоит связываться с такими продавцами поищите продавцов которые более компетентны в этом вопросе ну в общем вот такие вот советы новичка кому-то эти советы покажутся смешными но у нас есть еще люди которые не знают подробностей об этой хризантеме и очень хотелось бы уберечь их от ошибок на этом у меня все всем хорошей теплой осени хороших солнечных деньков всем пока